Здравствуй, дорогой друг! Всё реже удается пообщаться с интересными людьми, которые могут рассказать о реальных проблемах России. Но вот сегодня вызвался один такой человек. Её зовут Валерий, он профессиональный пожарник. Привет, Валер! Привет, привет! Расскажи, пожалуйста, где ты работаешь, кем ты работаешь? Зовут меня Валерий. Мне 48 лет. Около 30 из них работаю в пожарной охране. В городе Волгодонске, Ростовская область. Волгодонск, Ростовская область. Да, да, там где атомная станция, охранилище и прочее. Я работаю в городской части. О себе чуть-чуть, о себе. В этом году ушёл на пенсию, прослужив какое-то количество лет, и устроился тут же сразу в эту же организацию, только гражданским пожарным. Перед выходом на пенсию я получал погоны. Это внутренняя служба, как сказать, внутренние. А ты поясни, пожалуйста, да, потому что мы с тобой большое внимание уделили погоны, без погон, что это означает? Поясни. То есть, то, что по-простому. В погонах это как милиция, ну как полиция, прошу прощения. То есть, 20-25 лет можно выйти на пенсию. Какие-то льготы, которые там, по-моему, уже никаких и не осталось. Ну, сейчас даже не в этом суть. И, соответственно, зарплата, как у полицейских. Ну, плюс-минус, естественно. Как у полицейских это сколько? У молодого пожарного примерно 23-25 тысяч рублей в месяц. Это в погонах? Это в погонах, да. Режим сутки-трое. Ну, там тоже есть нюансы, кто-то в день, но в основном так. То есть, это, ну, если брать в целом, это замечательно. Тем более для действительно глубокой провинции. Конечно, да. И я, уходя на пенсию, получал примерно 32 тысяч. То есть, у меня я простой пожарный, прапорщик, ничего там, ни должностей, ничего. То есть, это, ну, просто гигантская сумма для режима сутки-трое и для нашей местности. Получил я пенсию. Пенсия, я сразу скажу, хорошая. Это 15 тысяч, не секрет. То есть, тот, кто в теме, тот поймет. То есть, она у меня все, она у меня идет независимо. А у пенсии. Пенсию от МВД, конечно, получаю. Ну, тоже непонятно. Почему от МВД? По приказу это как-то... Ну, ладно, главное, что получаешь. Вот. Да, может быть, и не от МВД, но удостоверение пенсионное МВД. Ну, понятно, они проводят через МВД это, соответственно, да. Да, наверное, да. Теперь же я устроился, на следующий же день, как я уволился, я устроился в ту же организацию, в том же Волгодонске, только в другой части, городской, точно так вот. Только гражданский по городу. Без погон. Для примера, в Волгодонске именно городских частей, три, из них одна в погонах. Это другая тоже там история, почему она в погонах осталась, потому что пытались снять и с нее погоны. Но личный состав не захотел добровольно, это было, ну, около, действительно, лет 10 назад, и часть остались. Но это отдельная история. И, то есть, три части, из них две без погон, одна с погонами. Та же самая работа, абсолютно. Ну, начальники частей, естественно, разные, а верхнее руководство одно и то же. Получает в гражданской части, там, где без погон, молодой пожарный, 10-11 тысяч рублей. То есть, плюс-минус, это в полтора-два раза меньше. Я, ну, естественно, это очень большая несправедливость. Соответственно, очень большая текучка кадров. То есть, придет молодой пацан с армии, покрутится, поработает, иногда, особенно летом, трава горит, и сильно поработает, и увольняется. И остается, как я говорил раньше, либо, ну, лузеры, пусть даже в кавычках, но нет у кого стремления уж сильного образования получать, или искать, искать на месте работу тоже там нереально, более достойную. Либо пенсионеры, такие, как я. Кроме низких зарплат, какие еще проблемы? Проблема еще в том, что мало личного состава. С учетом текучки, с учетом того, что люди просто не хотят идти работать. Вот нас сейчас трое пожарных в карауле. Но минимум четыре на цистерне должно быть. А у нас один в отгуле или в отпуске, особенно летом, особенно, ну, так же, действительно, отпуск, так же отгулы дают. Да, потому что сутки трое идет переработка все равно. И по закону либо оплачивать, либо отгуливать. Но, естественно, оплачивать никто не собирается. Ну, и увеличивается эта череда отгулов. Вот я сменился сегодня утром. Нас двое пожарных, оба на пенсии. Именно настоящие мы пенсионеры. Нам почти 50 лет. И молодой начальник караула. Скажи, пожалуйста, по поводу условий труда. Про старые, новые машины. Откуда берутся новые. Про общее содержание части. Естественно, часть делаем своими руками. Ну, кто-то, то, что называется, рукастый. Я там не очень, кто-то побольше понимает. И люди помогают реально. Ну, естественно, бесплатно, что само собой. Реально. Кто-то вложит плитку, кто-то проводку, кто-то что-то, ну, вот по-всякому. Ну, то есть очевидно даже мне, что вы выполняете эту работу, не получая за это никаких денег. Просто потому, что вы не хотите жить в дерьме и работать в нем. Абсолютно верно. Причем, я, как тоже говорил раньше, начальство, если в целом брать начальство, которое с погонами, естественно, которое зарплата, ого, поболя, оно все, мужики, как правило, нормальные и все прекрасно понимают. Ну, как всегда у нас все все понимают. А он же не отдаст мне свои, а со своей зарплатой денег. У него тоже семья. Развалили, иначе никак не назнаешь учебный центр. Он там же, в Алкатонске. Его, с него сняли погоны. Ну, я так по-простому говорю. Стыли с преподавателей, сократили часть там пожарную. И оттуда пришел новый КАМАЗ. Новый КАМАЗ? Именно пожарную. Вот потому у нас сейчас одна машина новая. КАМАЗ там с какой-то немецкой настройкой. В общем, хорошая, реально. Вторая машина, ей порядка 10 лет. Это я спрашивал. Она без бойцов сейчас. Некому на ней доезжать. с водителем. Водовозка. То, что называется у нас водовозка. Что-то ломается, что-то чинится. Наверное, 90% все личным составом. То есть водители свое. Что-то там крутят, вертят. В общем, изношенное оборудование в определенной степени. Ну вот я же говорю, что если бы не новый КАМАЗ пожарный, мы бы на старее выезжали. На настоящий. А бывают какие-то проверки к вам? Потому что, разумеется, необходимо проверять. Отвечаете ли вы требованиям? Уверен, у пожарников куча требований. Требования, наверное, миллиарды. И бедные начальники караулов и вышли. Все время, как говорится, бумажная работа у них идет. Ну это, наверное, нормально. Проверки с Москвы приезжают. Ну в основном с Ростова-на-Дону. Это как бы там уже головная... Как сказать? Голова. Ну управление, да. Ну тогда, конечно, начинается дурдом. Особенно по лету приезжают. Ну никто же не приедет зимой. Ну что делать зимой? Ну редко может кто-то приедет. И ему не будут показывать... Ну если в нашей части еще более или менее, то в той, в которой работал, там треснутая стена, допустим. Ну я, к примеру, говорю, холодный гараж, который ну никак не могут ума дать, чтобы он отапливался на стойку. Ну зачем комиссии приезжать и себе портить настроение? Все нужно красить, подмазывать, подметать, убирать, мыть и т.д. и т.п. и т.п. Я опять-таки, ну сам факт этого, ну не так уж это епоха, ну это услужба. Хоть и мы без погон, но такая работа у нас. Но в конце месяца я лично получу за это 12 тысяч и как-то становится, ну немножко не по себе. То начальство-то говорит, когда приезжает, видит все вот это вот, потому что сколько ни подметай, сколько ни вешай плакаты на треснувшую стену, все равно не скрыть этот старый ЗИЛ, не скрыть старое оборудование, не скрыть нехваток персонала, не скрыть переработки. Что они говорят вам обычно? Какую формулу? Естественно, все они прекрасно знают, и лучше нашего. Это естественно, потому что вы говорите. Ну что же скажет какой-нибудь там майор или полковник? Вы держитесь. Ну понятно. Денег нет, но вы держитесь. Тут нужно, с такими людьми, если адекватные попадаются, понятно, что я не общался напрямую, взять бутылку водки, прошу прощения, сесть и поговорить. Вот у меня такая зарплата, у тебя такая. Что ты можешь сделать, полковник в Ростове, к примеру, или в Москве, чтобы у нас больше зарплаты было? Или дали премию? Или еще что-нибудь? Когда два немолодых человека под 50, ну мне под 50, а другому 50, пробегают полдня по степи, тушат рову, это летом, ну как-то, это загружены мы или нет? Да это жесть. Смотря с чем сравнивать. Грузчики могут работать точно так же, в смысле, еще больше точно так же весь день. У меня ощущение, что грузчики больше зарабатывают, чем 12 тысяч в месяц. Ну, может быть. Смотря что они грузят и где. Да, да, да. Можно же боеприпасы грузить. Конечно, да, да, да. Конечно, без выездов, естественно, бывает без выездов, особенно меньше зимой, конечно. Ну, бывает, а летом трава, ну и что-то там, что бывает. Квартира, бывает квартира, бывает дом частный, бывает все, машины, все, что угодно. Это город, это Волгодонск, это, он второй, по-моему, город, развлечения в область. За мои почти 30 лет было, ну, все было. Как вы сводите концы с концами, как вы пытаетесь бороться за выживание? Какие хитрости у вас есть? Потому что у каждой профессии там есть какие-то льготы, там кто-то имеет доступ к каким-то продуктам, допустим, повар в социальной столовой может домой таскать какие-то продукты. Вы что делаете? К счастью или к сожалению, льгот никаких нет. В том смысле, что какие льготы у пожарного. Если раньше было за квартплату, ну, за коммуналку льготы, то потом стали что-то там доплачивать, это понятно, что плохо. Это давно еще отменили. И льгот понятно, что таких особенностей никаких нет. Личный состав, это я точно знаю, это, как говорится, на своей шкуре испытано. Работает, ну, образно говоря, на своей шкуре. Кто-то работает такси, кто-то работает на стройках, то есть те, что называют шабаш, шабаш, шабаш. Ну, конечно. Подрабатывают как могут. Кто-то, ой, кто-то, и так вот, кто-то помилочит, где-то что-то, кто-то в магазинчике, по-моему, если там не собрать, но, по-моему, так и есть тоже, подрабатывает продавцом. Кто-то еще где-то. Особенно, кто-то сторожит просто. Вот, где это есть точно, что, либо через сутки работают, либо подряд двое суток. То есть, сутки на работе, а одной сутки на другую. К вам же предъявляются какие-то определенные физические требования перед выходом на смену. Это точно, абсолютно. По крайней мере, вы должны проходить, а свидетельство не медицинское. Водители раньше, насколько я знаю, проходили на алкоголь, тесто, как это назвать там. Ну, да. сейчас, по-моему, нет. Я, ну, нет, точно, не знаю, почему. Вот. Так вот, чтобы, когда-то, щупали пульс, или, саршпитом открывали, такого нет. Если кто-то в курсе, как пожарные по России себя чувствуют в разных регионах, у кого-то там родители, друзья, знакомые работают в этой сфере, пожалуйста, выскажитесь в комментариях, это важно, потому что у нас, у нас сейчас был конкретный рассказ конкретного человека про конкретную часть, ну, и то, разумеется, человек просто оценку свою давал, поэтому расскажите то, что, что вам, чем с вами поделились, это важно, это интересно, потому что какой-то супер официальной статистики, данных, я думаю, по МЧС не будет, это довольно закрытая структура, я в этом более чем уверен, но нельзя так просто зайти в пожарную часть и сказать, ну-ка покажите, как у вас здесь дела, не треснула ли стена, это не какая-то столовка, да? Ну, конечно, это не магазин, да. Вот, ребята, это интересно, надо иметь общее представление хотя бы, спасибо огромное, Валер, за рассказ. хорошо,